Если растает весь лед на нашей планете, уровень мирового океана поднимется на 70 метров, и берега будут переписаны таким образом, что современные карты можно будет отправить в музей. Эта угроза не просто фантастика, а реальность, отраженная в расчетах океанологов. Модель, согласно которой уровень океана поднимется столь значительно, формируется на основе географических и климатических изменений, которые происходят в нашем мире уже сейчас. Прогнозы ученых показывают, что этот сценарий вполне возможно будет реализован в ближайшем будущем. Согласно теоретическим расчетам, следует учитывать, что активность Солнца увеличивается на 1% каждые 100 миллионов лет. На первый взгляд, это может показаться незначительным, но на самом деле такая небольшая модернизация светимости достаточно, чтобы испарить все океаны с поверхности Земли всего лишь через 500 миллионов лет. Хотя это все еще далекая перспектива, прежде чем произойдет данный катастрофический сценарий, планету будут ожидать более мягкие изменения. Сначала ледники начнут таять, пополняя мировые запасы воды и изменяя привычную экосистему. Если в атмосфере будет расти концентрация парниковых газов, произойдут заметные изменения уже через 5000 лет. Так считают эксперты, опрошенные журналом National Geographic. Издание также представило смоделированные фотографии, на которых видно, как изменится ландшафт нашей планеты, если подобные процессы начнутся. Эти масштабные исследования не только показывают предстоящие изменения, но и позволяют готовиться к ним на уровне политики, инфраструктуры и социальной адаптации. На этих изображениях четко прослеживается, какие именно изменения коснутся разных регионов мира, в том числе и России. Следует отметить, что подъем уровня моря не будет происходить равномерно по всем регионам. Вблизи тающих ледников вода даже может немного отступить, тогда как в тропических и средних широтах уровень океана значительно поднимется. Это связано с так называемыми гравитационными отпечатками ледяных щитов, а также с упругим отскоком коры. Географические карты наглядно демонстрируют, как будут выглядеть контуры суши, если представить ее без воды. В результате таяния Гренландии, восточное побережье США и Бразилии окажутся под сильным напором океанских вод. На юге таяние Антарктиды, несомненно, затронет значительные территории. Итак, давайте подробнее рассмотрим, как изменения в уровне моря отразятся на разных материках и странах. Нельзя недооценивать влияние таких изменений на человеческие жизни и экосистемы. Северная Америка лишится значительного прибрежного пояса, что станет катастрофой для густонаселенных территорий и крупных городов. На карте из National Geographic отмечены города, которые уйдут под воду, и видно, как изменится береговая линия. Атлантический океан отведет целые штаты. Например, Флорида полностью исчезнет под водой, а восточное побережье от Мэна до Каролины потеряет огромные участки равнин. Манхэттен и низины Лонг-Айленда также станут жертвами наводнений и водной стихии. На западе центральная долина Калифорнии превратится в внутреннее море, тогда как горы Сан-Франциско станут архипелагом, состоящим из множества мелких островов. Мексиканский залив будет расширяться, поглощая берега Луизианы и Техаса, что приведет к катастрофическим последствиям для местного населения и экономики. Эти изменения будут иметь долгосрочные последствия для здоровья экосистемы и способов ведения хозяйства, которые уже используются в этих регионах. Южная Америка, хотя и пострадает меньше, но значительно потеряет такие важные мегаполисы, как Буэнос-Айрес и Рио-де-Жанейро. Быстрые процессы таяния ледников уже ведутся в регионе, и Патагония, где пумы иногда путешествуют на льдинах и айсбергах, становится особенно уязвимой. Ледовые поля Патагонии тают с одними из самых высоких темпов на планете, с современными показателями потери льда в 20 гигатонны в год, что в 20 раз превышает долгосрочный средний показатель, установленный после малого ледникового периода. Европа также не останется в стороне от этих изменений. Нидерланды, которые и так зависят от насоса и дамп для защиты от затопления, просто исчезнут с карты при подъеме уровня моря на 70 метров. Огромные пространства Дании и Восточной Англии уйдут под воду, а река тем запревратится в широкий морской залив. Венеция, знаменитый город на сваях, который уже сегодня сталкивается с проблемами наводнения, не выдержит такого колоссального увеличения уровня воды. Инженерные барьеры, которые строятся в Европе, рассчитаны на десятки сантиметров, но уровень, превышающий этот предел, сделает их основание неэффективным. Поворот событий затронет и Азию. Шанхай, лежащий на очень низкой равнине, рискует стать одним из первых крупных городов, которые уйдут под воду. В мире с плюс 70 метрами воды, его центральные районы могут превратиться в лагуну, где жизнь станет невозможной. Дельта рек Ганга и Брахмапутры, а также растущее население прибрежного Бангладеш, также окажутся под угрозой. Жителям придется покидать свои дома, чтобы найти безопасное место. Высокая плотность населения создаст дополнительные проблемы на фоне миграции, что может привести к социальным и экономическим конфликтам. Даже в Токио, технологическом гиганте, с меньшими подъемами уровня моря, уже созданы карты затопления. При масштабных наводнениях с десятками метров проблемы с дренажем могут стать неразрешимыми. Сингапур, расположенный на низких берегах, также будет уязвим, особенно учитывая, что в тропиках уровень моря поднимется быстрее, благодаря гравитационным эффектам. Все эти факторы создают сложную картину, которая требует многослойного подхода к ее разрешению. На этом фоне Африка пострадает менее значительно, так как большая ее часть расположена на относительно высоких высотах. Тем не менее, этот регион столкнется с проблемами, связанными с забиранием дельт-рек океаном. Низменные области у устьев рек Нигер и Нил, а также прибрежные города Гвинейского залива и Восточной Африки окажутся под угрозой. Здесь, где сегодня пляжи и набережные, могут появиться лагуны и мангровые заросли, что станет новой реальностью как для рыболовов, ищущих новые промысловые участки, так и для урбанистов, исследующих решения новых вызовов. Процесс адаптации будет непростым и потребует активного взаимодействия между местными сообществами и правительственными органами. Австралия также сможет испытать последствия. Узкая прибрежная полоса, где проживает более 80% населения, будет затоплено, а в центральных областях появится большое внутреннее море, окруженное беглецами из Сиднея и других прибрежных городов. Меланезия и микрогосударства Тихого океана станут главными проигравшими. Они потеряют половину своей суши. Эти территории обретут свои реальные черты, когда под ледяным куполом Антарктиды начнут формироваться длинные фьорды, а рифтовые впадины заполнятся водой и превратятся в внутренние моря, разделяя западную Антарктиду на архипелаг. Арктическая кромка России, от Баренцева до Чукотки, отступит вглубь материка, что создаст дополнительные проблемы для местных экосистем и сообществ. Северный морской путь из сезонной трассы становится круглогодичным маршрутом, а в низинах Западной Сибири образуются крупные озерно-морские бассейны, которые могут изменить экономическую карту страны. Полоса Арктического берега России самая протяженная на планете и составляет 53% всей Арктической береговой линии. При подъеме Мирового океана на 70 метров эта линия отступит, а привычные контуры Северного Ледовитого океана превратятся в россыпь заливов, проливов и новых архипелагов. На Сибири мерзлота перестанет быть вечной. Когда лед в почве начинает таять, грунт начинает уплотняться, образуя слоистые пироги из болот, термокарстовых озер и провалов. Это требует перенастройки существующей транспортной инфраструктуры. На севере, где находятся участки Транссиба и опоры электрических линий, необходимо будет краткосрочное решение. Каковы будут последствия для логистики и жизнедеятельности местных сообществ в таких условиях? Не исключено, что некоторые логистические маршруты потребуют полной переработки в связи с изменением географии. Реки, такие как Обь, Енисей и Лена, будут значительно шире и полноводнее, что повлияет на экосистемы в их бассейнах. Западносибирская низменность больше напоминает огромную тарелку с едва заметным бортиком. Это приведет к образованию множества озер и морей, которые будут соединены с Карским и Баренцевым морями. Тундра, ныне дом для мхов и леммингов, станет тихими бухтами, наполняющимися морской рыбой и тишиной, которая больше не будет такой ледяной. Россия также сможет извлечь выгоду из новых месторождений. Открытый шельф станет удобным местом для добычи нефти, газа и редкоземельных металлов. Отсутствие морского льда облегчит доступ к этим ресурсам, увеличивая скорость подключения и спасая время в монтаже. Однако большой вброс пресной воды в Северный Ледовитый океан ослабит циркуляцию в Атлантике. Это связано с изменением соотношения солености, а опреснение снимает разницу в плотности, что может привести к исчезновению или изменению существующих течений. Для России и Северо-Западной Европы это будет означать более частые зимы с резкими контрастами температуры. В результате вдоль Российского Севера выстроится пояс молодых холодноводных экосистем. От бентаса до некоторых видов кораллов, которым наоборот нравятся низкие температуры. Это окажется раем для ученых, занимающихся изучением, и новым ресурсом для рыболовов, которые смогут использовать необычные промысловые условия. Однако наряду с возможностями следует учитывать, что при резком изменении географии могут возникнуть и катастрофы. Когда многокилометровый ледяной пресс убирается, напряжение в литосфере может измениться, что способно спровоцировать серию землетрясений в восточных районах и на Урале. Это необходимо учитывать при планировании инфраструктуры и оценке потенциальных рисков. Подводя итог, можно сказать, что Россия может оказаться одним из регионов, получающих выгоду от изменений. Запасы новых ресурсов, эффективные морские порты на севере и расширение сельскохозяйственных территорий представляют собой колоссальные возможности. Тем не менее, некоторые города, такие как Санкт-Петербург, вероятно, исчезнут под водой, в то время как другие крупные города, такие как Сочи и Владивосток, могут столкнуться с частичным затоплением прибрежных низин. Однако, благодаря возвышенностям, они, скорее всего, сохранят свои территории. Как мы видим, многие крупные города исторически строились на берегах морей и океанов, поскольку морская торговля и рыболовство были важной частью их бурного развития. И вот сейчас это создает значительные риски, требующие дополнительного внимания и ресурсов. Как подготовится человечество к этим изменениям? На что необходимо обратить внимание, чтобы минимизировать негативные последствия? Наконец, стоит упомянуть известный школьный опыт, который прекрасно иллюстрирует различия в восприятии уровня воды. Учителя физики любили проводить этот эксперимент, и он может дать нам хорошую аналогию. В стакан помещают лед и задают вопрос, «Как изменится уровень воды, если лед растает?» Большинство студентов отвечают, что уровень воды вырастет, что является ошибочным мнением, поскольку уровень не увеличивается. Однако на Земле ситуация совершенно иная. Здесь мы сталкиваемся с обширными участками суши и водой. Ключевое отличие заключается в том, что плавающий лед уже вытесняет воду своим весом согласно закону Архимеда, тогда как лед на суше при таянии добавляет новый объем воды в океан. Совсем недавно ученые провели исследование, при помощи которого было установлено, что за 4,6 миллиарда лет существования Солнца уровень его светимости уже повысился примерно на 30% по сравнению с моментом своего рождения. Это непрерывное увеличение светимости влияет на климатические условия нашей планеты, что делает этот процесс естественным и неизбежным. Каждый из нас должен учитывать, какое влияние это окажет на будущее следующих поколений. Если мы не начнем действовать сейчас, последствия могут стать катастрофическими не только для отдельных стран, но и для всего человечества. Подготовка и сотрудничество в рамках глобальной повестки могут стать решающими факторами в смягчении последствий климатических изменений и управлении рисками, которые уже наступили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok